Добрый день, дорогие читатели! 25 сентября – день рождения выдающегося актера, кинорежиссера, сценариста, педагога Сергея Федоровича Бондарчука. Предлагаем вашему вниманию обзор его интересной книги «Желание чуда», которая вышла в Москве в издательстве «Молодая гвардия» в 1981 году. Бондарчук дебютировал как кинорежиссер в 1959 году с фильмом «Судьба человека» по рассказу Михаила Шолохова, где также исполнил главную роль Андрея Соколова. Впоследствии Сергей Федорович еще два раза обращался к произведениям Шолохова, поставив фильмы «Они сражались за родину» и «Тихий дом». В 1965-1967 годах режиссер экранизировал роман Льва Толстого «Война и мир». Картина поразила зрителей и критиков грандиозными батальными сценами с многотысячной массовкой. Она с успехом была показана во многих странах мира и в 1969 году стала лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В своей книге «Желание чуда» режиссер вспоминает о создании «Войны и мира» и своих самых масштабных и знаменитых фильмах. Открывается издание вступительной статьей поэта Евгения Евтушенко «Искусство как точка опоры». На вопрос, о чем эта книга Сергея Бондарчука, автор предисловия отвечает так. «Искусство – не средство развлечения, а средство спасения. Это поле боя, а не танцплощадка. В сущности, об этом и написана книга Сергея Бондарчука. Здесь нет никаких надменных прописей, никаких назойливых рецептов. Она хороша тем, что заставляет читателя вместо развлечения работать». Книга «Желание чуда» состоит из двух частей. В первой части Сергей Бондарчук рассуждает о взаимосвязи кино и зрителя. Задается вопросом, какую цель должен ставить перед собой режиссер, создавая фильм, а также вспоминает своих коллег и друзей. В главе «Совершенное воздействие» режиссер выводит собственную формулу успеха фильма. Чтобы достичь красоты и формы, в произведении обязательно должны быть экспозиция, чувство меры, воздействие на зрителя, искренность и достоверность. По словам Сергея Федоровича, достоверность – это самое великое, магическое качество, которым обладает кинематограф. Как космонавт обозревает целые странные континенты, так и кинематографист должен набрать большую высоту, чтобы рассказать о мире. Особенно интересна глава «Создать образ, а не сыграть роль», где Бондарчук вспоминает, как создавал картину «Ватерлоо» и работал со знаменитым американским актером Родом Стайгером, снимавшимся в роли Наполеона. «Я не люблю Наполеона», – говорил Стайгер, – «но восхищаюсь им. Я не люблю его, поскольку сам являюсь пацифистом и отрицательно отношусь к воинам, славе и иным атрибутам, которые завоевываются кровью. Я не знаю, как играть великого человека. Я знал Эйнштейна, общался с ним, знал Чарли Чаплина. Как играть великого человека?» Сергей Бондарчук делает вывод, что Стайгер отказался от привычного и полемизировал со штампами. Актер показал не только полководца, но прежде всего человека. В этой же главе автор книги вспоминает историю утверждения на роль Андрея Болконского в фильме «Война и мир» актера Вячеслава Тихонова. Это была непростая история взаимоотношений между артистом и режиссером. Чтобы снять одну из сцен, пришлось делать больше 30 дублей, так как Сергея Федоровича не устраивал конечный результат. В картину вышел пятый или шестой дубль, и, как считал сам режиссер, он настроил Тихонова против себя, и актер его возненавидел. Тем не менее, когда Бондарчук и Тихонов встретились уже на съемках фильма «Ани сражались за Родину», актер справился со своей ролью прекрасно. Бондарчук пишет «Отношусь я к Вячеславу Тихонову с огромным уважением. Это человек трудолюбия необыкновенного». В главе «От сердца к сердцу» автор рассказывает о своих встречах с писателем Михаилом Шолоховым, режиссерами Александром Довженко и Игорем Савченко, писателем и актером Василием Шукшуным, композитором Арамом Хачатуряном, актером Николаем Мордвиновым, а также итальянским кинорежиссером Роберто Расселини. Каждый из этих небольших портретов знаменитых современников состоит из ярких впечатлений и необычных случаев и создается автором своеобразными словесными мазками. Например, в рассказе о работе с Роберто Расселини на съемках фильма «Време была ночь» Бондарчук не только восхищается слаженностью и четкостью всего съемочного процесса, но и полемизирует с итальянским режиссером. Расселини снимал картину без звука, а звук позднее записывался в студии. Однако, по мнению Бондарчука, при озвучивании пропадает то творческое волнение, которое охватывает актеров во время съемок. Актер при этом должен больше следить за артикуляцией, чем за внутренним содержанием диалога. Поэтому Сергей Федорович выступал за одновременную фиксацию изображения и звука во всех случаях, где это только возможно. В рассказе о работе с Василием Шукшиным Бондарчук вспоминает такой эпизод. «Однажды мы смотрели отснятый материал его картины, и я в качестве одобрения сказал – это искусство. Но Шукшина до крайности обидела слово «искусство», потому что оно звучало для него как уход от жизни, а этого он не мог терпеть, всегда и во всем добиваясь подлинности. Тогда он даже заплакал от обиды и сказал – «Как ты можешь так говорить?» Вторая часть книги «Желание чуда» состоит из трех глав – «Мастерская», «Россыпь» и «Отвечаю на вопросы». Глава «Мастерская» будет особенно интересна будущим актерам и студентам театральных училищ. В этой главе Сергей Бондарчук предстает перед нами как строгий педагог в ГИКа, не жалеющий молодых людей, изматывающий их сложными задачами. Но он делает это, понимая, что в целом искусство – это та непосильная задача, на которую надо все-таки найти силы. В главе «Россыпь» автор точно и кратко пишет о том, что нужно знать актерам и режиссерам, чему нужно постоянно учиться. Бондарчук утверждает, что актер должен всегда нести тайну, режиссеру диалог нужно снимать на отраженных планах. Всегда нужно проявлять волю, если хочешь создать что-то значительное, а главное – необходимо постоянно находиться в поиске лучшего, но при этом не быть тем новатором, искусство которого останется непонятым людьми. Сергей Бондарчук пишет, «Знать свою профессию – это умение. Точно выбрать сценарий, то есть по этому замыслу я буду снимать фильм, а по этому не буду. Собрать группу единомышленников, людей, взволнованных, заинтересованных в создании такой картины. Выбрать актеров. Заразить весь съемочный коллектив своим видением будущего фильма. Снять его на уровне задуманного. И, наконец, умение смонтировать фильм. И, конечно же, сдать. Всему этому надо постоянно, всю жизнь учиться». Заключительная глава книги «Желание чуда» построена в форме «Вопрос-ответ». Бондарчук дает искренние и четкие ответы на самые разные темы. Чем его привлекает творчество Толстого, Шолохова и Чехова? Как у него возникло желание играть главных героев своих фильмов? Как должны выглядеть идеальные режиссер и актер? Какие у Сергея Федоровича любимые композиторы, художники и писатели? Среди своих главных положительных качеств Сергей Бондарчук называет трудоспособность, а среди слабостей, которые он не может простить, непостоянство. И более всего, мелкое непостоянство. По мнению Сергея Федоровича, самые необходимые качества для современного режиссера это мировоззрение, определенность, ясность и любовь к правде. В книге «Желание чуда» можно найти также редкие фотографии и узнать много новых фактов о фильмах, которые вошли в Золотой фонд советского кинематографа. Завершается книга Сергея Бондарчука ответом на вопрос, что такое, по его мнению, жизнь. «Я придерживаюсь того взгляда, отвечает режиссер, что жизнь — это работа, и чем больше работы, тем интереснее жизнь. Важно лишь, чтобы работа тебе нравилась и чтобы она была необходима людям». На этом наш обзор подходит к концу. Надеемся, вам захотелось прочитать эту необычную книгу Сергея Бондарчука и поближе познакомиться с его творчеством. Благодарим за внимание и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»